Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну да ладно, давайте зайдем в это здание Так, вот такие вот комбинации здесь как бы программирование Здесь как бы ведущий этого радиоканала Содействует, типа сообщает о чем-то, москву включает, но сообщает о городе, в городе его гостя Ну и конечно же прогноз погоды Кремень это все одинаково, так что зацикливаться на ней Это уже побольше кабинет вот так вот, то есть типа тоже Ну а здесь у нас уже выход к самой радиобашне Ну как известно, то есть отдаётся сигнал из телебашни к спутнику в космосе А потом отдаётся со спутника И прямо на домашние радиоприёмники Ну или даже на смартфоны Какой был? Просто нахез функция, то есть слушать радио Ну, к сожалению, там можно только FM-частоты настраивать У КВ, у КВ-частоты не работает там Эх, технологии Что сказать? Так, ну и следующий, обновляю это у нас пожарная часть номер один Кстати, уже самая первая пожарная часть должна быть То есть больница есть, полицейский участок тоже есть Чтобы не добавить пожарную часть Вот так вот выглядит Так, запятая получилась Пожарная часть номер один Сашиновское районное отделение Главное управление МЧС по городу Якуновску Почему районное отделение? Потому что здесь несколько будет пожарных частей, тем более Номер один будет в Сашинском районе Номер два в Калининском районе Номер три в районе Ну не знаю, наверное За рекой, в общем, будет новый район, третий Ну и четвертая пожарная часть, возможно, будет в районе За переездом Там, где улица Зюганова Ну, вы помните, наверное Если бы так осмотрели Так, вот у нас окна Тут у нас пожарные То есть, куша, столовая такая Кухня Под лестницей Ну, как уже Ну, уже вы поняли, что это гараж такой вот Пожарная машина такая вот Эрендро дрон И здесь точно так же Эрендро дрон Ну и проход в машину здесь только один Вместо водителя, а вот здесь уже пожарные стилят уже Здесь у нас инструменты здесь для борьбы с огнем Но, на самом деле, в этих ящиках и сундуках ничего особенного Пусто Ну, вооружение можно добавить Так Так, проходим дальше Здесь у нас как бы Здесь у нас как бы Жадный спят Тут у нас компьютер Проверяет систему оповещения То есть, проверять сирены Рычевые оповещатели и так далее А, ну и забыла добавить, что здесь еще и диспетчер находится Так, если у нас такая ванная получилась Что, туалет получилась У нас к раковине, унитазы и сухую Обочный у них Обочный туалет Так Посещал И здесь у нас уже Здесь сидит главный диспетчер Кладый диспетчер Здесь у нас Проверять, что ли в городе Нету ли пожара Хотя сейчас у нас Хотя, правда, в Яковлевске ничего такого плохого не происходит Все в порядке Ну, а техническую проверку Систем оповещения никто не отменял Так, здесь у нас вот канат На крышу Ну и здесь уже проверять саму сирену Вот здесь такая сирена В накрывальне Это была Это воронка И здесь там Находятся уже Каменные плиты Открыл я ими Хотя, вот Надо вот так вот сделать Чтобы Квадратно получилось Когда проводится техническая проверка Система оповещения Скажу по секрету В общем Она проводится в первый вторник апреля В первый вторник апреля проверять сирену А в последнюю среду апреля проверять речевое оповещение Не только в апреле, но и в сентябре В первую среду сентября проверяют речевое оповещение А в последний вторник проверяется уже саму сирену Может и не в последний вторник Может и в предпоследний Ну и возможно во вторую среду сентября могут проверить речевое оповещение Я, конечно, сам не чешу Но, ну кое-что зная о технической проверке То есть он просто смотрел новости И был в курсе В общем, в курсе об этом Ну а тут, друзья, не будем тянуть резину И больше будет заканчивать серию В общем, мало что построил Но ханабетраж и убедите Тем более подробно все рассказал Короче, друзья, на сегодня всем Спасибо за просмотр Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Пишите мне идеи, что еще построить И всем пока На дерево сил Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...